МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на восьмом, а значит, ближайшие полчаса. Все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Юлия Ракотская. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Первый этап благоустройства Пушкинского сквера завершается во Владивостоке. Территорию выбрали сами жители, а сквер включили в федеральную программу формирования комфортной городской среды. Владивосток активно готовится к Новому году. На центральной площади монтируют главную елку города, а жители спешат приобрести зеленых красавиц себе в дом. Новогодняя красавица на елочном базаре в районе Третьей рабочей стоит от полторы тысячи рублей и выше в зависимости от размера самой елки. Приморские гимнастки борются за возможность представлять сборную региона на Дальнем Востоке. Первенство края по художественной гимнастике проходит во Владивостоке. В соревнованиях принимают участие гимнастки первого разряда и гимнастки выступающего в программе «Кандидат мастера спорта». Также в выпуске выборы официально признаны состоявшимися. Олег Кожемяка, избранный губернатор Приморья. Еще расскажем, испытания новейшего корвета «Громкий» завершаются в акватории Приморья. Он официально войдет в состав Тихоокеанского флота. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Избирком официально признал Кожемяка победителем повторных выборов губернатора Приморья. Комиссия во вторник подписала итоговый протокол, сообщает «Интерфакс Дальний Восток». Протоколом утверждены окончательные итоги и явка на прошедших 16 декабря выборах. Так, за Олега Кожемяка свои голоса отдали более 420 тысяч избирателей или почти 62%. У кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко около 25% голосов. За кандидата от партии Роста Алексея Тимченко свои голоса отдали 5% избирателей, а за Розу Чемрис – около 4%. Явка на выборах составила почти 46,5%. В выборах приняли участие более 680 тысяч избирателей из полутора миллионов. Выборы прошли законно и признаны состоявшимися. В среду решение Краизбиркома об утверждении итогов выборов будет опубликовано, после чего будет назначена дата вступления Олега Кожемяка в должность. Ожидается, что инаугурация пройдет на этой неделе. Между тем, экс-глава Сахалинского правительства Вера Щербина займет пост первой вице-губернатора Приморья, сообщает ВладНьюс со ссылкой на осведомленный источник. Известно, что Щербина уже прибыла во Владивосток. Напомню, Вера Щербина подала в отставку по собственному желанию сразу после выборов губернатора в Приморском крае. Для справки отмечу, что свою трудовую деятельность она начала в 1978 году, прошла путь от техника строителя до заведующей отделом в Пожарском районном совете народных депутатов Приморского поселка Лучегорск. Долгие годы Вера Щербина работала в администрации Приморского края. В 2005 году перешла в администрацию Корятского автономного округа. В последние несколько лет была заместителем председателя правительства Амурской и Сахалинской областей. В январе 2016 назначена председателем правительства Сахалинской области. Тем временем глава региона рассказал о том, как он видит ситуацию с властью в Приморской столице. Олег Кожемяка обозначил, что будущий городоначальник должен в первую очередь заняться благоустройством города и жилищными вопросами граждан. Вместе с тем глава региона отметил, что власти Владивостока и Приморского края должны выстроить единую социальную и экономическую политику работы, а не противопоставлять себя друг другу. К слову, новый руководитель в городе может появиться весной. Дума Владивостока в четверг 20 декабря планирует дать старт конкурсу по определению главы. Ранее Олег Кожемяка внес законодательное собрание проект, разрешающий вернуть прямые выборы мэров. Пока законопроект принят в первом чтении, профильный комитет планировал рассмотреть инициативу во втором чтении 10 декабря, но вопрос был снят. Олег Кожемяка подтвердил, что он в целом поддерживает прямые выборы. Отмечу, согласно законопроекту, именно муниципалитеты будут определять, как избирать главу на прямых выборах или через конкурсную процедуру. А тем временем столица Приморья готовится к очередной большой стройке. Речь идет о масштабном музейно-выставочном комплексе, который будет возведен на сопке Орлиной. Сегодня здесь продолжается снос корпусов бывшего ДВГТУ. Уже снесено одно крыло, а для туристов и горожан доступна только половина видовой площадки. Общая площадь помещений, предназначенных под снос, 20 тысяч квадратных метров. Разведал обстановку на сопке наш корреспондент Дмитрий Беломеснов. Снос зданий на Орлиной сопке уже активно обсуждают в социальных сетях. Некоторые жители Владивостока, наблюдая за процессом, отмечают, что рабочие разрушают ностальгию. Примечательно, что вместе со зданиями, имеющими для приморцев огромное историческое значение, пропадает и еще один знаменитый в городе культурный объект. Работа южноафриканского художника Сони, огромный дальневосточный леопард на стене, также бесследно исчезнет вместе с руинами корпуса. Уже снесено одно крыло, а для туристов и горожан доступна только половина видовой площадки. Сам же объект повсюду обнесен забором, и там дежурит охрана. Остальные корпуса техника пока не трогала. На месте ДАВГТУ будет построен музейно-театральный комплекс. Проект концертного зала на одну тысячу зрителей, музейного комплекса, учебного корпуса высшей школы музыкального и театрального искусства, включая служебную гостиницу во Владивостоке, был презентован НАВЭФ. На реализацию проекта будет направлено около 30 миллиардов рублей вне бюджетных средств. Мы рады, что во Владивосток приходят такие серьезные инвестиции. Считаем, что когда большая культура движется к границам, это в том числе решение вопроса укрепления российской государственности здесь, на Дальнем Востоке. Это будет способствовать и повышению популярности нашей территории и росту ее туристской привлекательности. По срокам строительство завершится в 2023 году. Закрытый конкурсный отбор проектов выиграла американская архитектурная группа под руководством Хани Рашида. Проект предполагает строительство нескольких зданий, но соединенных между собой внутренним пространством. В проект также включены открытые и закрытые общественные зоны, доступные не только для работников и учащихся комплекса, но и обычных горожан. Кроме того, предусмотрено создание на территории объекта городского парка. Инвестор строительства, представитель фонда «Национальное культурное наследие» Александр Беспалов подчеркнул, что театрально-образовательный и музейный комплекс во Владивостоке – первый подобный объект в стране. Проект состоит из двух площадок. Первая – в районе улицы Оксаковская. Предполагает размещение трех основных объектов – концертного зала, музея и здания Высшей школы музыкального и театрального искусства. Площадь этого участка примерно 3,5 гектара. Вторая площадка находится на острове Русском, она больше – примерно 14 гектаров. Здесь предполагается строительство жилья для сотрудников и специалистов театрально-образовательного и музейного комплекса, строительство хореографической школы, музыкальной школы, средней общеобразовательной школы и интернатов для размещения детей, которые будут обучаться музыке и балету. Начало строительных работ запланировано на первый квартал 2019 года. Отметим, что американская работа вызвала волну обсуждений и даже негодований в профессиональных кругах. Ведущие дальневосточные архитекторы высказывают мысль, что можно было бы найти более интересные формы. Тяжелый брутальный вариант Хани Рашида не всем по вкусу. Некоторые эксперты полагают, что такой образ здания не вяжется с объектом культуры и науки. Как будет выглядеть в реальности новый объект Приморской столицы – покажет время. Остается надеяться, что жители столицы Дальнего Востока останутся довольны новыми видами. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом. Пушкинский сквер благоустраивают во Владивостоке. Здесь возводят амфитеатр и каменную лестницу. Идет обустройство склонов. Работы первого этапа будут завершены в ближайшее время. А весной следующего года начнется второй этап, который предусматривает установку лавочек и озеленение территории. О том, какие преобразования ждут Пушкинский сквер в нашем следующем материале. Прямо под мостом на улице Светландской – одно из самых проездных и многолюдных мест. Недалеко от остановки Лозо и церковь и вечный огонь. А вскоре, судя по всему, появится и новое, актуальное общественное пространство. Именоваться все это будет сквером имени Александра Сергеевича Пушкина. К слову, это название у территории присутствовало уже давно. И вот теперь подрядчики решили придать этому месту соответствующий вид. Сквер имени Пушкина, скажем так, реконструируем. На завершающем этапе все работы уже в данный момент. Ну, буквально пару дней нам еще нужно. Будет все готово. И это правда. По данным пресс-службы мэрии Приморской столицы, работы первого этапа благоустройства завершатся в самое ближайшее время. А весной 2019 года начнется второй этап благоустройства сквера. Он предусматривает и установку скамеек, и озеленение территории, и многое другое. Территорию украсят абрикосы, липы, сосны, вишни, кусты, сирени, розы и другие радующие глаз растения. Здесь у нас амфитеатр. Вот это будут лавочки, дорожки из природного камня. Я бы сказал, да, стиль такой непривычный даже для нашего города, оригинальный. Ну, интересно получилось, получается. В настоящий момент в сквере трудятся порядка 30 человек. И несмотря на декабрьский холодный ветер с моря, а также предновогоднюю суету, съемочная группа убедилась, никто здесь не халтурит. Напомним, что благоустройство сквера имени Пушкина проходит в рамках программы формирования комфортной городской среды. Владивосток участвует в ней уже второй год. В рамках того же проекта в городе уже начались работы по благоустройству территории фасада дворца детского творчества. Также планируется реконструкция сквера адмирала Невельского. Ну, а общественное пространство, получившее имя великого русского поэта, обещают подрядчики, заработает уже до нового года. Евгений Черемахин, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Испытания новейшего корвета «Громкие» завершаются во Владивостоке. Экипаж провел морскую часть в полигонах боевой подготовки флота. Специалисты проверили маневренные и скоростные испытания корвета. Проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружение корабля. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. В частности, были проведены ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным, воздушным и береговым целям. Выполнено порядка 30 взлетов и посадок вертолетов К-27 на полубу корвета. Отработаны задачи противовоздушной и противолодочной обороны корабля. Привлекалось до 10 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, ракетоносцы дальней авиации, истребители МиГ-31 и Су-35, противолодочные самолеты. После завершения государственных испытаний и подписания документов на корабле торжественно поднимут военно-морской флаг. Корвет официально войдет в состав сил Тихоокеанского флота. Зоозащитники обратятся к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой выпустить на свободу косаток и детенышей белух, которых держат в бухте Средней Приморья, для продажи в иностранные океанариумы. По мнению защитников, млекопитающим грозит гибель. Отмечается, что из-за стесненных условий, скудного питания и сильного стресса животные могут не перезимовать. Зоозащитники просят главу Следкома взять под личный контроль расследование уголовного дела и принять срочные меры. Активисты отмечают, что более 100 тысяч россиян подписали петицию с требованием освободить узников китовой тюрьмы. По всей стране прошли митинги и пикеты. В защиту косаток и белух выступили Генеральная прокуратура России, Росприроднадзор, пограничники. Публично высказались министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин и председатель комитета Государственной думы по экологии Владимир Бурматов. Суд в начале декабря признал незаконной разрешенную документацию на вылов косаток в 2018 году. Реабилитационный центр «Тюлень» в Примории готов принять узников у себя. Однако пока никакого ответа от Следственного комитета активисты не получили. Кроме того, по свидетельству очевидца, в ходе осмотра вольеров и пересчета животных выяснилось, что трех белух не хватает. Как сообщалось в конце октября, Гринпис России, общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» заявили, что в вольерах бухты Средней на юге Приморья незаконно содержится 11 косаток и 90 белух. Их собирались продать в иностранные океанариумы и зоопарки. Стали известны даты проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году. Участники аттестации приступят к проверке своих знаний уже с 20 марта. Как рассказали в Департаменте образования края, расписание для выпускников 9-11 классов не претерпит серьезных изменений по сравнению с прошлым годом. ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдет в три этапа. Досрочный с 20 марта по 10 апреля, основной с 27 мая по 1 июля и дополнительный с 3 по 20 сентября. Начнутся досрочные основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе. В каждом из периодов предусмотрены резервные сроки. ОГЭ для выпускников 9-й классов также пройдет три этапа. Досрочный с 22 апреля по 14 мая, основной с 24 мая по 2 июля и дополнительный с 3 по 21 сентября. Подготовка государственной итоговой аттестации 2019 года в регионе уже стартовала. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... На центральной площади Владивостока завершается монтаж 28-метровой новогодней елки. Более 2,5 тысяч молодых семей в Приморье стали получателями пособия на первого ребенка. Приморские гимнастки борются за возможность представлять сборную региона на Дальнем Востоке. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами Юлия Роакотская. И мы продолжаем. На центральной площади Владивостока завершается монтаж 28-метровой новогодней елки. Более 2,5 тысяч молодых семей в Приморье стали получателями пособия на первого ребенка. Приморские гимнастки борются за возможность представлять сборную региона на Дальнем Востоке. 6 933 малыша появились на свет во Владивостоке с начала года. Узами брака себя связали 5 155 пар. Об этом сообщили в департаменте записи актов гражданского состояния Приморского края. Статистику привели в честь Дня работников органов ЗАГСа, который отмечается 18 декабря. К слову, во Владивостоке сегодня работают пять районов отделов ЗАГСа. Первореченский, Советский, Ленинский, Первомайский, Фрунзенский. Сотрудники каждого из них ежедневно принимают десятки посетителей. В департаменте записи актов гражданского состояния также рассказали, что в этом году во Владивостоке было оформлено 74 усыновления и 946 случаев установления отцовства. Более 2,5 тысяч молодых семей в Приморье стали получателями пособия на первое ребенка. Подать заявление на назначение ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения первенца. На новую демографическую выплату приморцам уже направили 250 миллионов рублей. Поддержка семьи с детьми – один из приоритетов социальной политики Приморья. В 2018 году на выплаты семьям с детьми предусмотрели более 3,5 миллиардов рублей. Мера начала действовать в этом году по инициативе президента Владимира Путина. В 2019 году в Приморье появятся еще две новые выплаты. Обе направлены на поддержку многодетных семей. Первая в размере 2,5 тысяч рублей на каждого ребенка призвана компенсировать расходы на некоторые нужды детей, например, на школьно-письменные принадлежности. Еще одна, которую многодетные родители получат при подготовке детей к школе, появилась по инициативе в Рио-губернатора Олега Кожемяка. Размер ежегодной компенсации расходов на эти цели составит до 5 тысяч рублей на каждого ученика в семье. Владивосток активно готовится к Новому году. Жители спешат приобрести главный символ праздника – елку. К слову, точки продажи в городе есть в каждом районе. Цена на зеленую красавицу начинается от полутора тысяч рублей. Как и где приобрести новогоднее дерево, как выбрать и как с ним обращаться, подскажет Дмитрий Беломеснов. Ежегодная предновогодняя картина «Десятки елок» расставлены вдоль дорог. Сезон продаж главных красавиц Нового года традиционно начинается в первой половине декабря и заканчивается в сам праздник. В предпраздничной суматохе всех интересует один вопрос – как сильно ударит по кошельку покупка натуральной елки? Новогодняя красавица на елочном базаре в районе Третьей рабочей стоит от полторы тысячи рублей и выше в зависимости от размера самой елки. К слову, красавицы здесь из Дальнегорска. К слову, цены на всех торговых точках одинаковые. Кто-то приобретает елочку за несколько дней до празднования, а кто-то в сам праздник. Главный вопрос – как уберечь елку от осыпания. Ответ прост. Чтобы душистое дерево подольше радовало ароматом, его лучше поставить в воду и не забывать подливать ее в емкость подставки. Хотя многие продавцы уверяют – их елки будут служить исправно длительное время. Ну, если поставить ее перед Новым годом, ну, до Старого Нового года она в любом случае не осыпается. Большинство жителей Владивостока, несмотря на соблазн вернуться в детство и поставить натуральную красавицу, предпочитают искусственную. Кстати, ветки ели – оптимальный выход для любителей запаха Нового года. Кроме елок, на предновогодних базарах можно приобрести и подставку для дерева – стандартную крестовину или в виде санок. Обойдется такая красота от 1000 рублей и выше. К слову, уже в субботу, 22 декабря, на Центральной площади Владивостока развернется фестиваль-ярмарка «Новогодние сказки». Здесь можно будет приобрести елку, праздничные сувениры, а заодно и продукты к новогоднему столу. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. А на Центральной площади Владивостока завершается монтаж 28-метровой светодинамической новогодней елки. Уже установлены светодиодные консоли, продолжается монтаж верхней части конструкции и удерживающей тросовой растяжки. После на каркас прикрепят искусственную хвою. В каждую ветку встроена гирлянда, запрограммированная на определенный рисунок интервал мерцания. Всего здесь 16 режимов. Украшения елки, которая будет установлена в городе во второй раз, выполнены в стиле русского расписного узора. Также на Центральной площади продолжается установка торговых домиков, которые начнут свою работу 22 декабря в рамках фестиваля-ярмарки «Новогодние сказки». По словам организаторов, новогодний городок, который построят во Владивостоке впервые, является прототипом европейских рождественских ярмарок. Здесь появятся три новогодних улицы – Новогодняя, Дальневосточная и Пихтовая. Развлекать гостей фестиваля будут артисты-аниматоры. А мы продолжаем рассказывать вам о том, что удивляло, радовало, а где-то даже шокировало пользователей интернета. Сегодня говорим о том, что смотрели и репостили по всему миру. Покажем пляж из попкорна, борьбу кота с беговой дорожкой, скульптуру, которая рассказывает о проблеме современности. И поговорим о семье из Австрии, которая оставила все и поехала по всему миру во Владивосток. О подробности у Дмитрия Беломестного в рубрике «В ТОП-5». Сделать людей счастливыми в канун праздника. Рождественский ролик от британской фармакологической сети рассказывает о поступке отважного подростка. Перед Рождеством парень бегал по городу и оставлял подарки людям. Делал он это тайно. Эта история убеждает уделить внимание всем, кто сделал для вас что-то особенное в этом году. В ТОП на Reddit вышло видео, в котором кот пытался поспать на беговой дорожке. Причем животное сражалось с тренажером с таким упорством, которому можно только позавидовать. Кот несколько раз взбирался на беговую дорожку, прикладывался и постоянно сваливался вниз. Каждый раз тренажер выигрывал в битве, а все те восхитились настойчивости питомца. Фуэрта Вентура, второй по величине из Канарских островов Испании, в основном известен своими белыми песчаными пляжами. Но мало кто знает, что на этом острове также находится одна из самых потрясающих достопримечательностей в мире. Пляж с попкорном вместо песка. Попкорн-бич – удивительное место. Поистине похоже на то, что пляж покрыт настоящим попкорном. Но не советуем его пробовать, иначе можно лишиться зубов. Ведь на самом деле перед нами окаменелые кусочки коралла, лишь похожие на любимое лакомство. На фестивале света в Амстердаме появилась скульптура, которая показывает нашу одержимость гаджетами. Дизайнерское агентство в тандеме с художницей Галли Майлукас представили работу под названием «Поглощенные светом». Они изобразили трех людей, которые сидят, уткнувшись в свои гаджеты и не замечают никого вокруг. Из смартфонов исходит свет, который приносит новую информацию, но уводит из реальности. Картина довольно банальная для современного мира и близка каждому, наверное, поэтому скульптура вызвала такой интерес. Два года назад семья из Австрии продала все вещи и поехала на старом грузовичке во Владивосток. Они сделали это для того, чтобы показать своему четырехлетнему сыну красоту и разнообразие планеты. К слову, до приморской столицы они добрались, но поехали путешествовать дальше. По их словам, они еще ни разу не пожалели о своем решении объехать весь мир. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире восьмого канала. Дмитрий Беломеснов, новости на восьмом. Фатима Хадуева, яснознающая, психоэзотерик, финалистка 13 сезона проекта «Битва экстрасенсов», впервые посетила Владивосток. Поводом для приезда послужили сразу несколько причин. В Примурии проходили съемки нового телепроекта с участием яснознающей. Также Фатима Хадуева провела консультации с желающими. А в студии восьмого канала рассказала о том, что скоро во Владивостоке будет открыта ее школа. Откуда мы всегда получали знания, люди? Мы получали их из семьи. У нас бабушка, внука, родители, детям передавали определенные знания, традиции. И у нас всегда мы знали, как это сделать, что мы получим, как это делать, это мы получим. На сегодняшний день есть девочки, которые рожают ребенка в 25 лет, в 30 лет. Они не умеют его пеленать, они не знают, как его кормить, как его держать. Вы понимаете? Вот это называют… У нас нет семейно-строительного института. Моя школа – это фактически формирование знаний, которые приведут к семейнообразованию, правильному передачу знаний наших предков. Яснознающая также дала советы, как встретить новый 2019 год. Вот чего не следует делать, а что обязательно стоит учесть при подготовке к новогодним праздникам. Столы должны быть полными. На столе обязательно должен быть по возможности грамот. Это фрукт, кто не понимает, желательно раскрытый уже. Без мандаринов нового года не бывает, потому что мандарин все равно дает не только аромат, но он возвращает нас с детства. Одевайте по возможности либо новую вещь, которую если не смогли сделать, найдите бантик, прикрепите девочки туда. Но это несложно сделать. Либо дайте этому платью или наряду новое состояние радости. Интервью с Фатимой Ходуевой смотрите во вторник в 20 часов 30 минут в программе «Время говорить». И далее к новостям спорта. Первенство Приморья по художественной гимнастике проходит во Владивостоке. Десятки спортсменок со всех уголков края борются за возможность представлять сборную региона на Дальнем Востоке. Помимо этого девушки и их наставники подводят промежуточные итоги 2018 года. Подробности у Максима Яковлева. На ковре спорткомплекса «Олимпиец» не утихает музыка. Гимнастки выступают подряд и практически без перерывов. Все потому, что на двухдневные важные соревнования «Первенство Приморья» приехали десятки девушек, готовых отстаивать возможность выступать за сборную края. В соревнованиях принимают участие гимнастки первого разряда и гимнастки, выступающие по программе «Конечности». Кандидат мастера спорта. Все Приморье, да. У нас в Приморском крае гимнастика развивается в городе Владивостоке, в Находке и в Уссурийске. И сборная команда этих городов присутствует на наших соревнованиях. Сезон художественной гимнастики в самом разгаре, однако это последние соревнования приморцев в этом году. Поэтому невольно наставники, да и сами спортсменки подводят итоги 2018-го. Гимнастки постарше успели съездить на различные крупные турниры и повысить свой класс. А вот юные красавицы из робких новичков всего за год превратились в смелых соперниц. Учились новыми элементами, мастерствами. Дороже стали элементы. Получается, упражнения лучше стали. Программа очень сложная и она вот, мне ее только весной поставить. По итогам этого первенства лучшие гимнастки попадут в сборную Приморья, которая уже в январе будет выступать на дальневосточных стартах. Краевые соревнования, к слову, помимо выявления сильнейших, также отдают дань памяти заслуженному тренеру России Юлии Огронской. Почетная жительница Владивостока подготовила здесь более 70 мастеров спорта. Ее успехи не только помнят, на них, как видно, равняются. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом. И напоследок, еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Выборы главы края признаны состоявшимися Олег Кожемяка и избранный губернатор Приморья. Первый этап благоустройства Пушкинского сквера завершается во Владивостоке. Территорию выбрали сами жители, а сквер включили в федеральную программу формирования комфортной городской среды. Владивосток активно готовится к Новому году. На центральной площади монтируют головную елку города, а жители спешат приобрести теленых красавиц себе в дом. Испытания новейшего корвета «Громкие» завершаются в акватории Приморья. Он официально войдет в состав Тихоокеанского флота. Более двух с половиной тысяч молодых семей в Приморье стали получателями пособия на первого ребенка. Приморские гимнастки борются за возможность представлять сборную региона на Дальнем Востоке. Первенство края по художественной гимнастике проходит во Владивостоке. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-8812. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. Восьмой канал, главное – Владивосток. Рыбы с третьим глазом, серебряные рованы, пополнили коллекцию Приморского океанариума. Пока это молоть, их длина не превышает 10 сантиметров. И они еще не сменили младенческую окраску на взрослую. В начале жизни у рыб есть похожее на третий глаз маскирующее пятно, которое визуально искажает пропорции тела. Такая природная защита создает иллюзию крупной рыбы. А так как хищники во время охоты ориентируются по размерам головы жертвы, то им кажется, что перед ними особь не по зубам. Обитают араваны в Юго-Восточной Азии, в Китае. Эти рыбы считаются священными хранителями семьи. Согласно фэншую, араваны приносят благополучие и являются защитником дома. На необыкновенных хранителей домашнего очага смотрим прямо сейчас, без комментариев. Сразу после прогноз погоды с вами была Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом.